Добрый вечер. Основные события дня экспертной оценки в ближайшем часе. Сенатор Малкин уходит, но виновным себя не считает. Против него, сказал Малкин, развязана информационная война. Кто из депутатов и сенаторов в очереди на выход? Скандал в благородном семействе. Российская Академия Наук добилась извинения от министра образования Ливанова. Материнский капитал можно будет получить наличными. Общественное мнение. Алкоголь только с 21 года. Так говорят большинство россиян. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть чуть больше 50 минут. По порядку начнем. Член Совета Федерации Виталий Малкин, покидающий парламент после разоблачения Алексеем Навальным, объяснил, что перед законом ни в чем не виноват, а покидает коллег единственно из этических соображений. Он не хочет, чтобы скандал вокруг так называемого Малкинга бросал тень на остальных сенаторов. Более того, теперь уже бывший член Совета Федерации заверил, что его решение было принято безо всякого на него давления. Что происходит с Думой и нашим парламентом в целом, в частности с Советом Федерации? Этот вопрос я адресую вам, нашим слушателям. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дискуссии. Телефон в студии 6510-996, код Москвы 495. Этот же вопрос я адресую Игорю Бунину, директора Центра политических технологий. Игорь Михайлович, здравствуйте. Здрасте. Что, на ваш взгляд, происходит с парламентом? С нашим парламентом? Значит, парламент был, соответствовал такому понятию, как республика товарищей. Я этот термин беру у Жувенеля, который написал в 1924 году книжку «Альпублик де Камарас» про Францию. Он рассказывал, что несмотря на то, что было жесткое разделение на левых и правых, они все дружили, все друг друга любили, обменивались, были общей любовницей и так далее. Это была такая очень милая организация. Вот у нас парламент, хотя там были коммунисты, геворосы, справедливоросы и так далее, тоже представлял из себя такой достаточно единый организм, где все было переплетено, все договаривались, занимались лоббизмом, зарабатывали деньги. Попадание в парламент происходило чаще всего не через избирательную кампанию, через связи, отношения, деньги, покупку места и так далее. Игорь Михайлович, вот такой клуб. Да, такой клуб по интересам. По интересам никто никого не обижал, кстати. Только если был жесткий приказ, что надо на кого напасть, то один раз взяли человека и выбросили. Ну и в сентябре месяцы решили, что надо выбросить еще одного человека, Гудкова. Нашли соответствующий предлог, приняли законы и так далее. И тут вот весь этот воздушный замок, весь этот состоящий из сплошных стекол, все видно, все хорошо, все разбилось. Ну и это превратилось в свою противоположность. Во-первых, стали групповые интересы, партийные интересы, интересы оппозиции, интересы власти. И постепенно пошла информация об одном, о другом, о третьем, о четвертом, о пятом. Как известно, наши депутаты и сенаторы, они занимались не политикой, они занимались зарабатыванием денег. И это было вполне естественно в их положении. И зарабатывали деньги, покупали себе коттеджики в разных странах мира. Ну вы мягко-мягко сказали коттеджики, речь о многоквартирных домах, гостиницах и гораздо больше. У кого коттеджик, у кого многоквартирные дома, у кого огромные коттеджи с несколькими гектарами земли в Италии. Ну у каждого по-своему. Ну это было достаточно все понятно, но вдобавок Владимир Владимирович принял решение о необходимости национализации элиты. И вот это решение, национализация элиты, плюс еще, что уже был прецедент связанный с Гудковым, фактически открыл ящик Пандоры. Игорь Михайлович, вот национализация элит, то есть речь идет о том, чтобы люди, которые в этой так называемой элите находятся, все свое имущество держали в России, чтобы на них не могли влиять извне. Правильно я понимаю? Правильно это и называется национализация элиты. Причем даже была сделана уступка, разрешили там коттеджики, если ты законы держишь, квартиры и так далее, если все у тебя законы, если ты на это имеешь юридическое право. А доказать, что ты не имеешь права, очень сложно, потому что, ну кто проверит за десятилетие твои доходы? Только уже следующее поколение, после того, как будет проверено несколько раз счета и декларация о доходах, следующее поколение уже будет под ударом, а это поколение не находилось под ударом. Вот, но в результате речь Пандора открылся и все, все полетели. И все стали против всех? Это естественно, да, все против всех, прям по закону ГОПСа. Одновременно и администрация президента должна была участвовать в этом, потому что она вынуждена была бить по соперникам Единой России, а оппозиция уличная или как, не парламентская, скажем так, мягко, у нее тоже свои были аргументы. Ну и я не очень представляю, что будет дальше, поскольку таких депутатов и сенаторов очень много. Вот вы почти предусхитили мой следующий вопрос. Много скелетов в шкафу у сенаторов и депутатов? Ну, если тщательно разбирать, если к этому добавить еще диссертации и еще всякие фокусы и всякие внезапно появляющиеся квартиры, записанные на дочь, например, то я думаю, что скелетов очень много. И причем тут ничего не поделаешь, приходится даже с вполне лояльных людей распрасывать из состава парламента. Сохранять только тех, кто совершенно необходим, кто уже стал настоящим политиком, хотя имеет, например, какую-нибудь гостиницу в Германии. Ну, а не проще, чем вот тянуть и по частям хвост резать? Ну, ходили такие разговоры, что Думу распустят, провести новые выборы? Нет, я думаю, распустить Думу, это, во-первых, Дума нераспускаемая. Нет никакой юридической возможности распустить Думу. Я ее не очень, если она сама не распустится. Я не вижу этой возможности, как надо предложить три раза премьера, кто-то три раза премьера не примет, после этого появляется право распустить Думу. Как-то это все очень сложно. Я думаю, что мы такой с обглоданной Думой будем жить дальше. То есть вот этот процесс самоочищения или национализации элит, он еще долго будет идти? Ну, его остановить невозможно, потому что нужно сейчас взять, принять закон о том, что разрешаются коттеджики, разрешаются за границей, можно считая иметь, в общем, тысячу всяких новых законов, которые ты только что принялся в всем противоположном направлении. Игорь Михайлович, ну а сами депутаты, ну раз чувствуют за собой такую историю, есть грешки, ну может действительно в массовом порядке поздавать мандаты и счастья всем. Игорь Михайлович, насколько велики потери, я имею ввиду имиджевые, у партии власти, да и у других всех хватает? Нет, все партии оказались вымазаны. Я даже не буду называть то вещество, в котором они могут оказаться вымазаны. Ну вот я об этом и говорю, что фактически у нас на парламентской площадке нет нормальных депутатов. Нет, ну депутаты нормальные, наверное, есть. Вот, особенно если они вдруг голосуют против указов, приказов из администрации президента, их, правда, очень мало перечесть, можно перечесть на пальцах одной руки, но такие депутаты есть, в принципе. Вот, нельзя всех мазать одним миром. Но, да, большинство депутатов имеют грешки. Но, правда, появляется право заменять. Всегда появится еще один человек, там огромная очь за каждым депутатом. Так что, все заменяемые замены. Ну, то есть человек, который сам добровольно отказывается от полномочий, он... На самом деле, парламент не выполнял никакой функции, за исключением того, что изредка подымал волну еще больше, чем подымала власть. Поэтому, ну, я думаю, что парламент останется. Очень многие депутаты потеряют в результате всех этих операций в своих местах. Власть даже от этого чуть-чуть выиграет. Не партия власти, а власть. Власть как таковая, реальная власть. Вот она проводит очищение, значит, выиграет. А партия власти, она окажется в таком водовороте всяких скандалов. Тут скандал за скандалом. Так никто, конечно, не будет вспоминать про политических проституток особенно. Как за скандалом. Это ведь одно за другим следует. Ну, да, дальше уже цепная реакция. И как-то все начинают запоминать цепь скандалов. Спасибо. С нами был Игорь Бунин, директор Центра политических технологий. Мы говорим о том, как члены парламента, депутаты и сенаторы покидают за одним нижнюю и верхнюю палату парламента. Сейчас, кстати, стало известно, что теперь очередной депутат, правда, от «Справедливой России» Алексей Чепа, должен подать декларацию за прошлый год, в которой он забыл указать недвижимость в Майами. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Через полторы минуты мы продолжим и будем говорить о ситуации в российской науке. Руководство Российской Академии Наук добилось извинений от министра образования России Дмитрия Ливанова. Не так давно он высказался относительно Академии Наук. Господин Ливанов заявил, что Российская Академия Наук не будет жить, она не жизнеспособна, что академики, в свою очередь, сочли оскорблением многотысячного коллектива сотрудников Российской Академии Наук и других государственных академий. Как говорилось в открытом письме, которое опубликовали академики в своем интервью в эфире одной из радиостанций, вы допустили бестактное высказывание о нежизнеспособности и бесперспективности Российской Академии Наук. Ваше высказывание оскорбляет многотысячный коллектив. К нам обсуждать эту тему присоединяется Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской Академии Наук. Алексей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы полагаете, почему министр Ливанов так резко высказался в отношении Российской Академии Наук? Ну, министр Ливанов вообще резко высказывается. Мне трудно судить, какие там у него есть мотивы для такого высказывания. Традиционно министр науки и образования находится в конфронтации с Академией. Почему я могу только догадываться, но это, в общем, неправильно и это для государства плохо. А то, что сказал Ливанов о бесперспективности Академии и невозможность ее трансформации, это вообще, по-моему, выходит до рамки... Слава богу, что он, по-моему, взял свои слова обратно. Да-да, он извинился. Да, извинился. На самом деле, Академия, конечно, имеет колоссальные проблемы. Колоссальные проблемы. И ее нужно каким-то образом совершенствовать. Но она имеет колоссальный потенциал, понимаете? Вот у меня буквально вчера там появилось ночью сообщение, что китайцы сделали сверхъестественно легкий, в шесть раз легче, чем воздух, материал, который может впитывать в 900 раз больше, чем, как они, сербенту, как сербенту. На основе ничего они сделали. Они сделали на основе графенов. Графены – это что такое? Это двое русских людей, российских ученых, уехавших из-за безденежья Академии, уехавших на Запад и получивших там... Нобелевскую премию. Да, за графены. И вот сейчас эти графены начинают определять техническую политику в мире вообще. То, что такое Академия наук, понимаете? А таких потенциальных людей, как вот эти там товарищи, которые уехали от безденежья Академии, значит, надо, конечно, думать, каким образом трансформировать Академию. Алексей Владимирович, вот в свое время, еще в советское, помнится, тогдашний премьер-министр Алексей Косыгин, когда ему тоже предлагали какую-то реформу Российской Академии наук, предпочел не связываться. Причем сказал легендарную фразу, реформировать Академию – это все равно, что стричь поросят. Шерсти мало, а визгу много. Он был прав. Он был прав, потому что, ну, просто так, если Ливанов думал, что, так сказать, вот такими высказываниями он, я не знаю, там что, покажет, какой он могущий руководитель и так далее, так он просто дискредитировал себя как министр, понимаете? И, действительно, визгу будет столько, и не только в России, но и во всем мире, что любой человек, который начнет вот так вот рубить с плеча Академию Российскую, ну, я не знаю, он столкнется с невероятными трудностями. В этом отношении Косыгин был прав. Алексей Владимирович, а в каком вообще состоянии сейчас Академическая наука находится? Ну, вот смотрите, значит, мы по экономической силе, наверное, раз в 20-25, в обеих, чем Америка. А по тратам на науку мы 150 раз слабее, чем Америка. Вот из этого исходя, можно сказать, в каком состоянии находится наука. В дерьмовом состоянии, в невероятно плохом состоянии находится наука. И когда нам делают, на науку урезают на академические, не только на Большую Академию, но и на Медицинскую Академию, на Стехоряйственную и так далее, урезают деньги для того, чтобы развивать Сколково и приглашать в Сколково профессоров за миллионы долларов и так далее, и так далее. У меня это вызывает некоторое неприятие во всяком случае. Алексей Владимирович, а как же быть вот с теми инициативами по поднятию престижа труда? Да, ученых зарплаты поднимали. Ну, значит, смотрите, было несколько периодов. Одно время науку, российскую науку спас Сорос, который выделил примерно 250 миллионов долларов для Соросских профессоров и Соросских учителей. А потом, вы знаете, даже, я не знаю, атомщики получали 500 долларов от Сороса, чтобы они хоть какие-то там, я не знаю, масло с хлебом имели и так далее, в месяц. Вот, потом наступил период, когда наконец государство похватилось и действительно подняло зарплату. Сейчас, слава богу, хоть какая-то там 20-30 тысяч рублей, конечно, это несравнимо с средними зарплатами. Это ниже средней по стране зарплата, но все-таки хоть приближено к средней зарплате. И это остановило деградацию, это действительно остановило. Но это зарплата, а где брать деньги на оборудование, а где брать деньги на экспедиции и так далее, и так далее, и так далее. В этом проблема огромная, понимаете. Сейчас, вот смотри, сейчас биографическое общество вдруг получает колоссальное финансирование. Да, хорошие проблемы, там чистка Арктики, там еще что-то такое. Но, прости, пожалуйста, в Арктике должна была заниматься Академия наук, и занималась ей. Она перестала ей заниматься, потому что не было финансирования. Ну и много чего другого можно сказать. Вот к чему, понимаете. Надо трансформировать Академию, конечно, изменять ее надо. Надо омолаживать, надо... Неправильно, что когда у нас президент Академии, там, я не знаю, 5 сроков сидит и так далее. Хотя я очень люблю Юру Осипову, мы с ним в дружеских отношениях. Ну, сейчас будут выборы другого президента и так далее. Надо трансформировать. Есть пути, давайте, если бы мы сели, вот, заинтересованные правительства, ученые, сели бы за один стол и подумали, а давайте, а как трансформировать Академию? А как ее можно, как можно сделать ее более эффективной? Я уверен совершенно. И вот, в Академии такие разговоры идут. И у нас есть готовые предложения. Я знаю, такие предложения есть у Месяца, есть у Велихова такие предложения. Это все, все же это есть. Алексей Владимирович, вот вы сейчас говорили про то, что не хватает денег на экспедиции, на оборудование. А я вот буквально на днях читал историю про Наукоград Кольцово под Новосибирском, который прекрасно зарабатывает деньги благодаря тем разработкам, которые они продают. Такая же история с целым рядом университетов в Томске. Это я своими глазами видел. Я вам скажу. Значит, Академию бросили без финансирования, и многие стали выживать, повернувшись в сторону, ну вот как бы это сказать... Ну, коммерциализации науки. Коммерциализация. Абсолютно нормальная вещь. То есть есть какие-то разработки, которые можно продавать, которые можно успешно развивать. Если у ученого есть еще жилка коммерсанта, так вообще на такого человека надо молиться просто. Просто молиться. Но везде в мире есть фундаментальная наука, которая никаких, не завязана на необходимость продажи своих знаний. Она просто работает на будущее. И американский фонд фундаментальных исследований, американский научный фонд, главный, который там 400-500 миллиардов долларов распределяет, он вовсе не связан с этим, с железным, не связан с продажей науки. Продажей науки занимаются корпорации, корпорации, которые знают, что это надо делать, что без науки они пропадут и так далее, и так далее. У нас тоже начинается процесс, уже начался, давно идет. Корпорации тоже начинают развивать науку. Но это не академическая наука, это разговор вообще о науке. А мы с вами начали об академической науке, о фундаментальной науке. — То есть вы имеете в виду, вот фундаментальная наука — это, например, то, что в свое время придумал академик Алферов, да, на основании чего у нас теперь есть мобильные телефоны и компьютеры? — Да, 20 лет тому назад то, что сделал Алферов, это была фундаментальная наука. — Если я не ошибаюсь, лет 40 тому. — Лет 40, да. Сегодня это прикладная наука. Сегодня это прикладная наука. Это уже не фундаментальная, это прикладная наука. А у нас много других исследований, которые вот прямо не приложишь, они будут приложены через 10, через 15 лет. А сейчас пока это фундаментально, прямого выхода нет. И общество должно платить эти ученым, этим и цивиловым интеллигентам, которые сидят и мечтают о том, чтобы выяснить что-то такое неизвестненькое, им интересно заниматься. Они бесстеребренники, в общем, по большому счету, потому что они ниже, ну и так далее. И их надо поддерживать. Это драгоценный капитал нации. — Расим Владимирович, скажите, по вашим данным, сейчас много уезжает молодых ученых из России? — Очень много. Очень много. Значит, поток, значит, поток, он, ну, трудно сказать, конечно, вот, я не отслеживаю, но отслежу какие-то там, значит, колоссальный поток был после дефолта 98-го года. Колоссальный поток был ученых. Потом колоссальный последний, последний всплеск отъезда ученых, это был после декабря прошлого года. — А это с чем связано? — С президентом Путина. А как с чем? Вот с этим связано. Когда люди, понимаете, у среди интеллигенции очень много настроенных, демократических людей настроенных, которые очень хотели бы, чтобы Россия была демократической, свободной и так далее, и так далее. — Демократические, науки ведь это тоже очень важно. И когда, я вот, я знаю просто несколько человек, которые сказали, все, больше не могу, в этих условиях уже нельзя работать. Даже если будет зарплата, я работать здесь не буду, потому что это, похоже, мы ползем к фашистскому режиму. Видите, в Германии тоже побежали люди, когда Гитлер пришел, ученый, когда Гитлер пришел к власти. Вот что-то такое, ну, не в таких масштабах, но что-то такое заметное произошло этой зимой. Вот прошлой зимой. Вот этой самой зимой. Когда люди от отчаяния, когда вот эти самые болотные демонстрации ничего не дали, когда закрутка гаек пошла вместо того, чтобы диалог с обществом налаживать. — Алексей Владимирович, а как же быть, я лично знаю, этих людей, которые возвращаются и начинают заново проводить исследования в России? — Правильно. Значит, поток туда идет, скажем, ну, я не знаю, каждый год выезжает около 50 тысяч человек, ну, приблизительно, вот так вот. Молодых исследователей, которые получили здесь образование, встали на ноги, и им там засветило что-то. И каждый год возвращаются оттуда, причем возвращаются не всегда полностью, понимаете? Они оставляют там свои академии, ну, свои там какие-то кафедры, свои позиции, как профессора там в Сарбонде или в Америке, в Массачусетсе и так далее. А сюда приезжают с небольшим финансированием, но это небольшое финансирование для них дает, дает эту самую окошко возможностей для нас, потому что, ну, конечно, у нас дешевле исследований, чем в Америке. И многие исследования, это просто даже такой, есть такой поток. Вот я опять говорю, если 50 тысяч туда, ну, наверное, там, 500 человек или что-то такое в этом роде возвращается тут ежегодно оттуда. — Сергей Владимирович, вот тот уровень молодых ученых, которые приходят и занимаются наукой, вас устраивает? — Ну, я биолог. Я могу говорить о том, что я вижу вокруг себя. Уровень людей, молодых людей, которые приходят вот при этих нищих условиях, на эту нищую зарплату, на это нищие стипендии и так далее, там, 20 тысяч, 15 тысяч, что-то в этом роде. — Уровень такой же, как он был раньше, понимаете? Вот тут я не сказал бы, что вот уровень этих молодых людей ниже, чем он был раньше. Нет. Отсев где-то идет раньше. То есть, видимо, вот все те, кто гонят, для которых деньги важнее, для которых это, они где-то отсеялись раньше. А сюда идут вот эти самые такие вот чистые энтузиасты, которым, ну, хлебом не корми, как говорится, а дай что-нибудь такое, то есть, поисследовать. — Ну, то есть, если в двух словах все-таки есть надежда на возрождение науки российской? — Есть, 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 есть. Понимаете? Все-таки вот это мой главный тезис. Академия такая хорошая, по своей внутренней сущности, и всех ее плохих, там, ну, я не знаю, ну, наверное, в свое время, помните, там, Капец говорил, что 30% академиков — это люди, которые должны быть академиками при любом, при самом плохом их характере. 30% — это примерно те, которые, ну, их избрали академиками, но они будут хорошими учеными, а 30% или там 40% — это тех, которых не надо было никогда избирать академиками. Вот какой состав академии, понимаете? Он, и при этом, и при этом, это все-таки научный штаб, это все-таки интеллектуальный центр, это все-таки, я не знаю, интеллектуальные элиты будущей страны. Спасибо. С нами был Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской Академии Наук. Мы говорили о том, что после своего резкого заявления в адрес Российской Академии Наук министр образования Дмитрий Ливанов принес свои извинения, как мы только что выяснили. В общем, будущее в российской науке наверняка есть. Мы прервемся на полторы минуты. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Тем матерям, которые не могут воспользоваться условиями получения материнского капитала, деньги могут выдаваться напрямую наличными. О такой возможности заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Наша позиция в том, чтобы у тех, кто не хочет или не имеет возможности реализовать свой сертификат на те цели, которые были заявлены, была возможность в течение нескольких лет получить средства материнского капитала напрямую наличными без всяких условий. Много разговоров вокруг материнского капитала ходило. И, кстати, изначально, когда речь шла о том, чтобы ввести эту историю в качестве меры по улучшению демографической ситуации в России, именно о том, что выплаты должны быть в безналичной форме. То есть матери, у которых есть двое и более детей, могут использовать эти деньги только на определенные совершенно цели, на улучшение жилищных условий, на свою пенсию, либо на образование детей или свое. Теперь возвращается, вернее, получается инициатива, что эти деньги можно выдавать наличными, и здесь могут быть огромное количество самых разных нарушений, даже в той форме, в которой сейчас все происходит, в безналичной. И то находятся специалисты и умельцы, которые проворачивают различные махинации с сертификатами на материнский капитал, который, кстати, на сегодня составляет порядка 408 тысяч рублей. Считаете ли вы, что материнский капитал поможет, соответственно, улучшению демографической ситуации в России? Пожалуйста, звоните к нам в студию, присоединяйтесь к дискуссии. Телефон 651099,6. Я пока могу рассказать о том, что как раз во время обсуждения изначального введения материнского капитала высказывалась масса опасений, что некоторые недобросовестные матери могут рожать детей и потом их сдавать государству. Ну, а у нас и так ситуация с сиротами катастрофическая. По недавним оценкам порядка 108 тысяч детей у нас воспитываются не в семьях. Огромная социальная проблема, опять же, которая может быть усугублена тем, что матери будут получать деньги и оставлять своих детей. Кроме того, наличные, понятное дело, можно отнять, украсть у матери, тогда она останется и без денег, и со своими проблемами напрямую. И как их решать, тоже совершенно непонятно. И вот в последней этой инициативе, которую озвучил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов о том, чтобы выдавать наличными, ничего не говорится о том, как можно защитить матерей от различного рода схем, махинаций и прочего. Напомню также, что в конце февраля президент России Владимир Путин также напомнил, что программа выплаты материнского капитала закончится в 2016 году. И он тогда предложил регионам продумать дальнейшие меры по поддержке семей. Впрочем, материнский капитал может быть сохранен и по истечении этого срока, но только для семей со средним достатком и ниже. Сейчас все семьи, у которых есть второй ребенок, вне зависимости от доходов, получают материальную поддержку от государства. Призываю вас звонить в студию, телефон 6510996. Пожалуйста, звоните, высказывайте ваше мнение. Может быть, по поводу того, что надо сделать для поддержки семей. Как вы видите, схемы, чтобы улучшить материальное положение семей, родителей, детей, чтобы они не оставались ни согреты, ни накормленными. У нас есть телефонный звонок. Максим, я слушаю вас, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Почему бы не выдавать вместо денег этих, которые потратятся, не потратятся, если сразу жилье, почему не выдавать? Тогда и мотивация будет, и уже мать будет знать, что ребенок не останется на улице. Ну, вот как раз один из пунктов той программы, которая существует сейчас, он и предполагает, что сертификат на материнский капитал может быть использован для улучшения жилищных условий. Если напрямую выдавать жилье, я боюсь, совсем не получится, особенно если учесть стоимость жилья в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, ну, это просто нереально. Другое дело, что в небольших селах, может быть, в небольших поселках и городах это действительно имеет смысл, особенно если какое-то массовое строительство производить. Хотя, опять же, непонятно в массовом строительстве, какое будет качество этого жилья и согласятся ли матери переезжать. При этом тоже много тогда разговоров ходило, и было посчитано, что, скажем, 408 тысяч рублей нынешних, а в тот момент речь шла примерно о 300 тысячах рублей. Так вот, этих денег вполне хватало, чтобы обеспечить образование своим детям. И считалось, что вполне удачное было предложение. К нам присоединяется депутат от «Единой России», член Комитета по делам женщин Ольга Баталина. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Алло. Ольга Юрьевна, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Ольга Юрьевна, как вы относитесь к идее выдавать материнский капитал наличными? Вы знаете, у меня большие сомнения в том, что Дроздов был правильно понят, потому что его предложение, ну, как вам сказать, в корне противоречит самой идее материнского капитала, как таким возможностью решить капитальные затраты семьи. Ведь очевидно, что если материнский капитал может быть обналичен, то вряд ли он пойдет на решение капитальных затрат. Скорее всего, это будут прежде всего текущие расходы семьи. Ну, вот о том и речь. Причем там изначально обсуждалась масса каких-то, ну, извините за такое выражение, кривых схем. И в результате ни мать, ни дети деньги не увидят. Я думаю, что их не увидит никто. Более того, это создаст очень серьезную нагрузку для федерального бюджета, потому что, если сегодня каждый человек понимает, он имеет в руках сертификат, но сегодня на 408 тысяч рублей, а в следующем году он будет и далее индексироваться, планирует эти расходы, ну, скажем, не решает проблему жилья именно сегодня, но понимает, что может решить ее там завтра, послезавтра, направить на погашение потечного кредита, использовать в качестве первоначального взноса, ну, потому как именно на жилье, как правило, направляет маткапитал, то в случае, если такая идея вообще может быть осуществима, я думаю, завтра будет очередь из людей, которые захотят обналичить этот сертификат. Проиграет и государство, и люди. Ольга Юрьевна, скажите, вообще вот эта история с материнским капиталом, она работает? Да, и работает очень эффективно. Именно поэтому, когда сегодня мы понимаем, что срок действия материнского капитала с 1 января 2016 года заканчивается, устойчивая точка зрения, что, во-первых, материнский капитал необходимо пролонгировать и после 1 января 2016 года, можно думать о его дифференцированном применении, можно рассказать о расширении способа его использования. Ну, как, например, еще можно использовать? Какие идеи есть? Идея следующая. Ну, во-первых, та мысль, которую рассказал Институт Рудотопилен на заседании Совета по национальным проектам. Учитывая, что сегодня пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет, ну, по сути, ничтожное, вы знаете об этом, то одна из идей, может быть, разрешить небольшие суммы в качестве вот такого вот поддержки семьи на этапе ребенок от полутора до трех лет использовать за счет материнского капитала. Но речь не идет о таких суммах, как 408 тысяч рублей. Но речь может ввести, скажем, про жучу на минимуме ребенка или о каких-то вот таких суммах, как возможное использование. Ольга Юрьевна, введение материнского капитала сильно рождаемость стимулировала? Особенно эффективно эта мера, конечно, сработала в первые три года. В дальнейшем ее влияние на демографическую ситуацию начало несколько снижаться, но при этом я вам скажу, что если мы сегодня проведем статологический опрос граждан, насколько они ориентируются на получение материнского капитала, то процент тех, кто принимает это в качестве, ну, как вам сказать, такого стимулирующего фактора, будет достаточно значительным. Спасибо. С нами была Ольга Баталина, депутат Государственной Думы, член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей. К нам присоединяется Дарья Халтурина, общественный деятель, эксперт комиссии Общественной палаты по социальным вопросам и демографической политике. Дарья, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Скажите, вот мы только что услышали мнение депутата Баталина и Ольги Юрьевны. Сейчас немногие воспринимают материнский капитал как бонус, если хотите. Все равно решение о том, рожать второго ребенка или нет, в семье принимается вне зависимости от наличия или отсутствия материнского капитала. Да, если он есть, хорошо, но не в этом главное. Так вот, какие надо, по-вашему, вводить меры, чтобы рождаемость реально выросла? Да, ну, в общем-то, социологическая мировая наука уже исследовала этот вопрос. И сейчас совершенно ясно, какие меры могут повысить рождаемость. Первое – это выплаты, особенно в раннем детстве. И в том числе бэби-бонус. И вот, по сути, материнский капитал – это разновидность такого бэби-бонуса. То есть бэби-бонус – это выплаты за рождение ребенка разовые. Правда, обычно они делаются непосредственно в момент, там, либо до-либо сразу после рождения ребенка, что облегчает жизнь в семье, поскольку довольно много таких вот новых неожиданных расходов. То есть даже коляска и так далее. Во-вторых, это помощь по уходу за ребенком, особенно с года до трех. То есть это садики, это няни. Вот, например, во Франции государство оплачивает няню, чтобы женщина могла пойти работать. И третьих – это гибкие формы занятости для мамы, чтобы они могли нормально совмещать материнство и карьеру. Вот эти три меры лучше всего работают. Дарья, вот, да, по последним статистическим данным, вроде бы рождаемость стала немножечко расти в России. Но, судя по структуре, в общем, не так все радужно. Просто в детородный возраст вошли те, кто должен в него войти, простите. Но таких людей, к сожалению, станет сейчас меньше, потому что в этот возраст входят те, кто родился в начале 90-х. И мы опять получим демографическую яму. Значит, в принципе, рождаемость у нас выросла очень прилично. В пересчете на женщину, да, это не зависит от того, сколько их. С одного и трех детей на женщину до одного и шести детей на женщину. Это очень хороший рост. А нужно двое с копейками. Ну, тем не менее, все-таки такой рост был самый быстрый среди европейских стран. Да, все-таки Россия, что это европейская страна. Вот. Но, конечно, вы правы совершенно. Даже если будет расти рождаемость в пересчете на женщин, у нас действительно сейчас вступает в силу немногочисленное поколение. Поэтому нам нужно предпринимать такие серьезные экстраординальные усилия по помощи семьи, чтобы они еще больше заводили детей, для того, чтобы избежать вот этой депопуляции. И, кроме того, эти меры, они снижают детскую бедность, снижают бедность семьи и детьми, и они имеют значительно гуманитарный характер. Но это, естественно, должны быть социальные меры. Да, то есть это пособие на детей, это садики и няни, потому что в этом случае мама пошла работать и сама увеличивает доход семьи. Это гибкая занятость для матерей. А для отцов? Такие у нас тоже есть. Для отцов это уже сверху унитарные меры. Вообще, на самом деле, в скандинавских странах отцам тоже дают декретный отпуск. И если они не воспользуются, этот отпуск сгорает. Но, мне кажется, наше общество еще не до конца дозрело до этой меры. Спасибо вам. Да, декретный отпуск для отцов. Понятно. Спасибо. С нами была Дарья Халтурина, общественный деятель, эксперт комиссии Общественной палаты. По социальным вопросам и демографической политике мы обсуждали инициативу главы пенсионного фонда России Антона Дроздова о том, чтобы матерям, которые не могут или не хотят использовать по прямому назначению сертификаты на материнский капитал, можно было бы выдавать эти деньги наличными. Ну и заодно поговорили о демографической ситуации в России. Мы прервемся на полторы минуты. Оставайтесь с нами. Считается, что в России испокон веку ПТЕ определяло сознание. Это не так. Клеветникам России дал достойный ответ Всероссийский Центр изучения общественного мнения. Исследователи опубликовали результаты опроса. Подавляющее большинство из опрошенных, 76%, считают, что необходимо сделать для молодежи трезвость нормой жизни. И продавать алкоголь не 18-летним покупателям, а повысить этот порог до 21 года. У нас есть вопрос к вам, к слушателям. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Звоните, пожалуйста, высказывайтесь. Считаете ли вы, что нужно действительно повышать порог тех, кто способен покупать алкоголь до 21 года? А к нам присоединяется Степан Львов, руководитель управления политических исследований в ЦИОМ, с которым мы и будем говорить о результатах этого опроса. Степан Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. Скажите, кто активнее всего выступает за повышение порога с 2018 до 2021 года? Ну, здесь ответ однозначный. Одобряют инициативу о повышении порога продажи алкоголя старшие поколения, старше 45 лет, тех, кто имеет детей, внуков и так далее. Ну, напротив, получается, что молодежь сама больше противится этой инициативе, но не так, чтобы, скажем так, сильно больше, но где-то около трети молодых россиян не одобряют эту инициативу, хотя понимаем, что эта инициатива направлена как раз на ограждение этой когурты возрастной. А как вы полагаете, почему эта идея так популярна в крупных городах? Ну, популярна эта идея не только в крупных городах, но и в областных центрах. Безусловно, проблема эта социальная обозначена уже давно, и мы видели, что в течение, ну, скажем так, последних 5-6 лет, буквально вплоть до прошлого года, проблема алкоголизма и накомания, она подглавляла все рейтинги проблем, и лишь в прошлом году она уступила первенство проблеме ЖКХ, ну, в том числе и в крупных городах, прежде всего, конечно, здесь меньше существуем контроль, больше возможностей для, скажем так, альтернативных покупок. В одном месте не смог купить бутылку, а в другом ларьке тебе спокойного продадут, поэтому здесь, конечно, крупные города становятся зоной риска повышенного. Ну, понятно, потому что в деревне можно, в общем, даже и в магазин не ходить, все свое есть. Ну, скорее всего, да, сельская местность здесь тоже немножко отличается, здесь больше тех, кто не одобряет эту инициативу, конечно, здесь и межличностные отношения, конечно, могут препятствовать таким ограничениям и так далее. Вот в Москве и в Питере, да, по данным вашего исследования, в Москве и Питере 78% сторонников запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года. Но никто, собственно, наверное, вам не скажет, как это обеспечить на самом деле. То есть мы вроде как все поддерживаем, а как механизм, чтобы работал, непонятно. Ну, здесь механизм, наверное, задача все-таки вторичная. Нужно просто обозначить, что проблема существует, нужно обозначить, что есть определенный возраст, которого запускается употребление, приобретение алкогольных напитков. Конечно, мне кажется, обозначить проблему в данном случае намного важнее, чем реализовать какой-то контроль, добиваться обязательства. Ой, не знаю, ой, не знаю. Ну, хотя бы потому, что сейчас вот с 18 лет можно покупать алкоголь, и кое-где спрашивают паспорт. Даже, кстати, в некоторых ресторанах и барах спрашивают. А вот кое-где совсем не спрашивают. И сколько подростку, а бывают подростки, которые и в 16 выглядят на все 20, и продадут спокойно, и пойдет он с этой своей бутылкой, и будет радовать родителей. Ну, и окружающих, естественно. Да, здесь, конечно, я с вами соглашусь, действительно, практика такая существует, но в последнее время, ну, если я имею право ссылаться на свою, скажем так, практику, то я все чаще сталкиваюсь с тем, что отказывают и спрашивают у молодых людей, как и рыб, и продажа алкоголя. В всяком случае, это происходит намного чаще, чем это было, скажем так, 2-3 года назад. Спасибо. С нами был Степан Львов, руководитель управления политических исследований в ЦИОМ. Мы говорим об опросе общественного мнения, который проводил в ЦИОМ. И 78% жителей крупных городов Москвы и Петербурга выступают за то, чтобы повысить порог, с которого можно приобретать алкоголь крепкий до 21 года. К нам присоединяется Евгений Бурюн, главный нарколог Минздрав соцразвития. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот инициативу все одобряем. Только что мы со Степаном Львовым, Степаном Васильевичем, говорили. Как ее на практике реализовать, совершенно непонятно. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что вот сейчас 18 лет порог. И все равно те, кто младше, все равно умудряются. Это всегда было. Умудряются купить алкоголь. Не, ну понятно, да. За все тысячелетия, что человек, что употребляет алкоголь, понятно, что дети и подростки его пробовали так или иначе. Впитывая опыт взрослых людей, их родителей и так далее. Но законодательно можно ограничить этот спрос на алкоголь среди подростков. Но это нужна законодательная норма. Да, хорошо. Государственная норма должна принять закон о 21-летнем возрастном цензе для продажи алкоголя. Понятно. Предположим, приняли такую норму. Это, на ваш взгляд, снимет число пьющих? Да, конечно, безусловно. Понятно, что мы полностью не решим эту проблему. И часть подростков, особенно с расстройствами поведения, так или иначе будут где-то добывать алкоголь. Но большая часть подростков не будет идти по этому пути. И гораздо меньше будут употреблять алкоголь. И, скорее всего, только с подачи своих родителей. А вот, кстати, тоже дискуссия широкая. Если ребенку наливают в семье, это лучше или хуже, если он попробует алкоголь на улице? Вот, знаете, не хочу быть ханжой. Иногда это лучше, а иногда это хуже. И в каких случаях, как, разобраться очень трудно. Всегда это индивидуально. Есть семьи, где с детства людей приучают к умеренному культурному употреблению алкоголя. И это никак не сказывается на судьбе детей. Но статистически достоверно. Там, где дети растут в ситуации неконтролируемого употребления алкоголя, они становятся алкоголиками. Ну, то есть там, где пьют много, все равно будут пить. Там, где пьют умеренно, значит, будет умеренно. Евгений Алексеевич, а вообще можно привить культуру питья, так называемую? Наверное, можно. Я не знаю, как с эту тему браться, с какой стороны. Это крайне сложная тема. Но вот, допустим, когда алкоголь употреблялся, допустим, в Древней Греции, то было масса табу на употребление в тех или иных ситуациях вина. И это делалось под жестким каким-то контролем традиций. И были люди специальные, которые за этими традициями следили. Никто просто так вино не пил. Но в наше время, когда традиционное общество разрушено полностью, ну, кроме, может быть, мусульманского мира, то алкоголь употреблялся по любому поводу, без всякого запрета. Евгений Алексеевич, ну вот я знаю, что... К сожалению, вот нашего времени. Нет традиций, нет внутреннего запрета. Нет внутренней цензуры на алкоголь. Евгений Алексеевич, у нас есть звонок. Предлагаю выслушать мнение. Ник, здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте. Я хочу сказать, что я, в принципе, с детства не пью, не курю. Катался на скейте и сказал себе, что я буду как бы вести здоровый образ жизни. Но я сейчас до сих пор общаюсь с меня, с ребятами, кому и 18, и 20 лет, и, в принципе, кому даже 15-16. И на самом деле происходит как? Даже если не продают, например, сигареты, алкоголь, потому что, в принципе, это одно и то же, как я считаю, как проблема-то одна и та же. Но они просят более старших ребят, у которых есть паспорт. Да, и продавщица смотрит, рядом стоят, например, 15-летние, ну, грубо говоря, малолетки, да, школьники. И взрослый покупает им прям при этой же продавщице, в руки отдает алкоголь и сигареты. В принципе, все окей. И проблема даже не в ограничении, там, то, что вот запретят, как бы, до 21 продавать. Да, все равно это будет, потому что старшие ребята, которые с более младшими тусят, они все равно их будут спаивать и искуривать. Ну, понятно. В общем, речь именно о том, что принять ограничения можно, как это будет выполняться, совершенно непонятно. Евгений Алексеевич, вот... Оно понятно. Оно понятно, как это будет выполняться. Мы можем совершенно точно сказать, что физически пить в этой возрастной группе будут меньше. Это я не могу, как бы, ответственно заявить. Евгений Алексеевич, мы вот как раз о традиции говорили. Я, например, точно знаю, что во Франции врачи беременным женщинам рекомендуют выпивать минимум полбутылки красного вина каждый день. Пусть это будет на совести. Я об этом не слышал, но это на их совести. Хорошо. Алкоголь беременным женщинам ни в каком количестве, ни табака, ни алкоголя, ничего принимать люди. Евгений Алексеевич, у нас еще один звонок есть. Давайте поговорим с нашим слушателем. Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, я категорически против культуры питья. То есть, я считаю, это обман. Значит, культура питья, как такового, ну, это не должно быть, это бред все. Значит, по поводу ограничения, я считаю, что ограничить нужно только ценой, стоимостью. То есть, делать сильно дорого. Вот. Значит, то есть, ну, кто взрослый, кто хочет пить, пусть пьет. Алло? Да-да-да, да, вы в эфире. Да-да. Я очень долго, как бы, боролся с выпивкой, да, ну, то есть, очень долго стремился не пить. И вот полгода уже, 21 марта, полгода как не пью, и очень рад, мне 37 лет, и вообще, я считаю, что нужно вести пропаганду трезвого в жизни. А у нас по телевизору везде показывается пиво, значит, сигареты и так далее, да, водка. По старой фильме даже нашей, Никус Никулиным, и то там водка пропагандируется. Спасибо, Алексей, просто у нас очень мало времени остается. Евгений Алексеевич, скажите... Я полностью согласен с этим слушателем. Версит, на этот скандинавский опыт, цена на алкоголь, особенно на крепкие, должна быть очень высока. Евгений Алексеевич, ну мы проходили через это, вот, не далее, как 30 лет назад, ну, чуть меньше. Не проходили. Подняли водку до 10 рублей, стали пить суррогаты. Нет, подождите. За суррогатами смотрят не здравоохранение, а полицейские. И не будем смешивать эти темы. Но вот алкоголь должен быть малодоступен. Не может быть шаговой доступности алкоголя. Нельзя, чтобы в каждом доме, где есть маленькие магазинчики, рекой льется алкоголь и пиво. Это совершенно невозможная вещь. И у подъездов стоят эти забулдыги с бутылками, тут же плюются, и бычки бросают, и бутылки оставляют, и так далее. Вот это все не забрать. Спасибо, у нас заканчивается время. С нами был Евгений Брюн, главный нарколог Минздравсоцразвития. Мы говорили о повышении возрастного ценза для продажи алкоголя до 21 года. Всего доброго. Завтра итоги подведет Илья Колосов.